Друзья, всем привет! С вами снова интернет-магазин Antilife.com.ua Александр, перед вами очередной смартфон от компании ZTE версия Nubio, модель под названием ZTE Nubio Z5S Версия максимальная, вы недавно видели мой обзор на версию мини Это непосредственно Z5S Смартфон с процессором Snapdragon 800, 4-х ядерным То есть топовое железо на данный момент на рынке мобильных устройств вообще Поставляется смартфон вот в такой вот коробке Тоже такая же коробка, как была и у мини В принципе, в комплекте здесь толком ничего особо нет Есть скрепка для открытия симки Есть инструкции вот такие вот Зарядка и USB кабель для подключения к компьютеру Значит, что представляет из себя этот смартфон? Он немножко больше по размеру, он 5-дюймовый Итак, начнем с внешнего вида Во-первых, на передней панели у нас экран защищает закаленное стекло, которое не царапается Сверху вы видите динамик, есть датчик приближения, датчик освещения Есть фронтальная 5-мегапиксельная камера Все стандартно, в принципе, в плане трех сенсорных кнопок для ZTE серии Nubia Здесь все те же кругляшок красненький И домой, точнее меню и назад Вот эти кнопки, которые активируются у нас в процессе тапа на дисплей С этой грани смартфон имеет качельку громкости Сверху у нас есть разъем под сим-карту Который открывается вот этой вот скрепкой И так далее Симка, микросим Разъем под наушники Вот эта вот пимпочка, не знаю, что это такое Тут мы можем порадоваться Тут у нас есть кнопка включения-выключения И очень удобная кнопка для фотографирования Она двойная То есть, как в стареньких Nokia Все как по привычке Первый раз нажимаете, а на классе это фокусировка И второй раз это уже непосредственно снимок или начало видео Снизу у нас микрофон Разъем под microUSB Сзади смартфон имеет такой глянцевый поликарбонат На котором практически не остаются отпечатки пальцев Немножко видны, но очень хорошо вытираются Есть две вот таких вот решетки Можно подумать, что это стереодинамик Однако здесь один динамик Вот он с этой стороны А это просто как для симметрии Есть логотип Nubia Есть наклеечка от производителя 13-мегапиксельная камера Вспышка И микрофон шумоподавления Значит, что могу сказать Смартфон Аккумулятор здесь несъемный 2300 мАч Корпус монолитный Ничего нигде не открывается Естественно Соответственно Слота под SD-карточку здесь нет Здесь один слот под microSIM И на этом все По поводу сборки Хочу сказать, что сборка шикарная Ничего нигде не люфтит Не скрипит Однако Вот эти вот кнопочки И вот эти вот кнопочки Эта кнопка хорошо сидит Они, когда я трясу смартфон Они немножко, скажем так, шевелятся И издают звук Также я читал, что Шевелится даже линза камеры Потому что, когда эти кнопки зажимаешь То все равно продолжает шевелиться Что-нибудь там внутри Итак, смартфон у нас 5-дюймовый Full HD разрешение экрана Надеялся я на то, что у максимальной У Z5S версии будет тоже Дисплей по технологии Икзо Однако это обычный IPS-экран Но в принципе он тоже яркий Он тоже хороший Однако не такой энергоэкономичный Как Икзо Итак, технические характеристики Через программу Куантуту Во-первых, 33 569 баллов Это сумасшедший результат Это будут у вас запускаться Все современные игры Не будете знать никаких проблем Ни с чем абсолютно Итак, четырехъядерный Snapdragon 800 Adreno 330 Full HD 13-мегапиксельная камера 4.2.2 Android 2 гига оперативной памяти 16 гиг встроенной памяти Частота работы процессора Одного из ядер 250 МГц Как я уже говорил Adreno 330 Qualcomm 5-дюймовый Full HD IPS Фронтальная камера На 5 мегапикселей Естественно, у камеры Есть автофокус И вспышка Вес телефона 126 грамм По ширине Телефон достигает Где-то 7,6 мм Количество касаний Можно посмотреть Через программу Куантуту Тестер Здесь 7 точек касания А также Датчики Которые есть в смартфоне Можно посмотреть Через Z-Device Тест Во-первых Есть GPS Wi-Fi Bluetooth Компас Акселерометр Датчик приближения Датчик освещения Есть довольно-таки Хорошая вспышка В темном помещении На небольшом расстоянии В принципе Нормально Можно делать Снимки А также Есть гироскоп Когда смартфон Приехал к нам С Китая Он был частично На русском языке Было очень много Английского софта Прошивок На эти модели Довольно-таки Немного Именно поэтому Мы прошили тем Что было В принципе Получилось неплохо Есть русский язык Он не полный То есть В настройках Практически Все на русском языке Есть отдельные моменты На английском Версия прошивки Вот такая Вот Там Версия ядра Версия модуля связей Номер сборки Что хочу сказать Прошивка является Одним из самых Основных минусов Этой модели Именно из-за прошивки Скажем так Некоторые большие приложения Не устанавливаются Из маркета То есть нужно АПК файл скачивать Через компьютер Кидать сюда И уже он докачивает То есть так я поступал Например с играми Например Эпик Цитадель У меня вообще Он включается И не запускается И другие Скажем так Не очень приятные моменты Это вот единственная Скажем так Проблема Этого смартфона На данный момент Что касается Экрана Экран я уже говорил Здесь 5 дюймовый Дисплей IPS матрица Экран шикарный Углы обзора Шикарные Давайте посмотрим Некоторые картинки Которые у меня здесь есть Я вам продемонстрирую Что это за экран Я думаю По экрану Никаких претензий нет Здесь в настройках Есть регулировка Тона Цвета То есть более теплей Более холоднее В настройках Про экран Также есть Моя стандартная Картинка С помощью которой Можно проверять Действительные углы Обзора Что касается Звука Производительности Начну со звука Хочу сказать Что при воспроизведении Например видео Через внешний динамик Звука Не так много То есть он Хороший Четкий Но смартфон Довольно таки тихий Чтобы подчиняться Однако Когда я подключаю наушники И начинаю Допустим Слушать вот эти все записи Слушать любимую музыку Допустим В своих наушниках Ну Я вам скажу так Для меня Показателем того Что смартфон Хорошо звучит Это когда Включаешь песню Закрываешь глаза Делаешь побольше громкости Ты начинаешь ее слушать И у тебя Просто-напросто Мурашки по коже Вот в данном смартфоне Это именно так Мурашки были Качество звука Шикарное В наушниках Больших Не вакуумных Аж уши Дрожали От басов От чистоты звука По звуку Мне этот смартфон Очень понравился Что касается Производительности Я думаю Тут никаких вопросов Ни у кого нет Во-первых Это Snapdragon 800 Во-вторых Adreno 330 2 гига Оперативной памяти Я тестировал Эту модель Через Antutu Вы видели Баллы Также я тестировал Эту модель Через 3D Mark Вот 16623 Это тоже Шикарный показатель Ну и осталось Мне продемонстрировать Вам как же Запускаются Просто современные Игрушки На этом Смартфоне Который по производительности Не сравнится Ни с каким другим Смартфоне 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 Продолжение следует... 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 А с качеством 4K смартфон записывает видео, скажем так, с небольшими рывками При этом, я, если честно, даже не разобрался, как это сделать Но наши китайские собратья, наш поставщик Когда они эту модель тестировали, я видел, что они каким-то образом записывали на этом смартфоне Видео с замедленной съемкой То есть, можно было там камушек кинуть, или там какую-то бумажку кинуть, или прыгнуть И он очень так медленно, красиво это все снимал Я, если честно, не разобрался, как снимать такого формата видео В принципе, можно подводить итог Смартфон я полностью протестил, проходил с ним, проиграл в игры, послушал музыку Все мне понравилось Это топовая модель ZTE Nubia Z5s Который оснащен мощнейшим 4-ядерным процессором Snapdragon 800 330 Adreno Графический ускоритель 2 ГБ оперативки Эта модель идеально подойдет для тех людей Которые очень любят играть в игры Которые не любят глюки, неплавность игры и тому подобное Также модель классно снимает Мне понравилось качество записи Мне понравилось качество фото Нормально работает аккумулятор В принципе, его достаточно Напоминаю вам сразу же о том, что я говорил Смартфон при воспроизведении в играх Он довольно-таки сильно нагревается Единственный минус на данный момент у этого смартфона Точнее, их три для меня лично Первый минус Первые два минуса не столь существенны Но они есть Это одна сим-карта И отсутствие слота под SD-карточку 16 гиг памяти здесь реально не хватает На такие смартфоны, когда вы хотите, чтобы у вас там было 2-3-4 больших игры И какой-то, допустим, еще фильм Нужна память хотя бы 32 Однако, можно подключить OTG-капель с флешкой И, в принципе, всегда посмотреть тот же фильм через флешку Но самый большой минус этой модели И вообще, я так понимаю, всех ZTE И вообще моделей, которые не особо ориентированы на наш рынок А которые ориентированы на китайский рынок Очень много проблем с прошивками Во-первых, неполноценный русский язык Но это еще ничего Не совсем стабильность работы этой прошивки То есть, я уже говорил, что некоторые приложения Такие, как Epic CTD у меня не загружались С Play Market Большое, тяжелое какое-то приложение Там свыше 300 мегабайт Тоже не грузится Нужно устанавливать с компьютера АПК файл на телефон И потом уже отсюда с телефона Загружать, прогружать эти все файлы Я так делал с этими большими играми С Asphalt 8, NFS, Most Wanted, GTA San Andreas и тому подобное Ну, я думаю, от прошивки зависит тот прием, уровень приема GPS Который у меня показал Что он не сильно был готов для работы с GPS Но, в принципе, он в итоге словил И все было довольно-таки хорошо после этого На этом все Ждите обзор сравнений Потому что модели очень похожи Mini и Z5S полноценный Очень похожи Я хочу для вас сделать сравнение Чтобы вам уже расставить все точки над «и» Чтобы вы понимали, что, где, какая есть модель И чем они отличаются На этом все Спасибо за внимание Кому понравилось, подписывайтесь Ставьте лайки Всегда будем рады видеть вас в качестве наших подписчиков Всего доброго! Количество точек касания Можно посмотреть через программку Antutu Tester Здесь их 10 Нет, здесь их 7 Количество касаний можно посмотреть через программку Antutu Tester Здесь 7 точек касания Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!